друзья мои всем привет всем огромный привет ну что ж у нас с вами сегодня очередной обзор на канал ольга уралочка лайф мои хорошие будем с вами обсуждать последние сводки с полей а именно сегодняшний киношедевр уралочки сарафана напоминаю вам о том что у меня появился телеграм канал ссылочку на него я обязательно закреплю в комментариях ну а также своих хороших и добрых зрителей я хочу поблагодарить за ваши лайки за ваши подписки за ваши хорошие добрые веселые интересные комментарии ребятки огромное вам спасибо за вашу поддержку да я сегодня вышла поздно до первый раз первый мой ролик друзья мои буквально сейчас вечером нет это еще не на ночь глядя на ночь глядя выхожу в прямой эфир ну что как говорится как получилось так получилось друзья мои пораньше пораньше у меня сегодня не было ни желания ни возможности да и желания тоже не было бывают и такие дни как говорится ну ладно не об этом речь речь конечно же про ролик нашей малаешки ролик под названием готовлю обед да друзья мои уралочка такое впечатление знаете что из кухни совсем практически не выходит то завтраки то обеды то ужины в общем все как всегда еда 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 да на первом месте всегда конечно же еда малаешка стоит как всегда друзья мои на улице брошенная одинокая и ждет пока сарафан подъедет на машине мне всегда интересно пройти несколько шагов несколько метров два раза упасть неужели ты не в состоянии сделать эти несколько шагов уралка и дойти до автомобиля вот мне просто интересно ребят ведь никогда пройти не может при всем при этом еще открывает рот и кричит что движение это жизнь но сама ребят нисколько даже шага лишнего никогда не сделает понятное дело уралочка мы уже давным-давно поняли что сарафан с тобой не живет нет у тебя никакой семьи и брак у вас исключительно фиктивный да да вот как есть как говорится так есть ладно уралочкин монолог монолог сафарчик сафарчик посоль в машину да да ой поедем сейчас там по делам в магазин надо надо будет что-то приготовить ну обдуганье я все разогрела обдуганье пришел из школы ой а сегодня какое небо голубое ну погода так тоже ничего нормально нормально ой да ну вот такая погода погода такая друзья мои отчитались нам по полной программе сделали акцент на том что конечно же сарафан с обдушкой проживает именно с ней мол обдушка пришел из школы и уралка разогревала ему обед уралочка а мы не верим да да а мы не верим да то что вы проживаете вместе ну что в общем говорит надо надо съездить в магазин кое-что прикупить все как всегда все как обычно далее едут в машине ребят я смотрю на этот колхоз 30 лет без урожая едут как два знаете ебаньку из сказки морозка она говорит ой у сяфартика музен то на всю рублен прям музен врублен ой ой я не могу едем в машине а у нас музыка бум 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 прям бьет по башке ребят я когда вот этот бред сивой кобылы услышала знаете сказать что мне стало смешно это ничего не сказать мне захотела сразу просто бабусе покрутить пальцем у виска уралочка ты знаешь кичится этим что у тебя мужику уже под 40 лет 36 лет а выглядит на все 60 и врубает музон как малолетний пацан который только-только до дорвался до машины и врубает музыку так чтобы его было слышно на соседней улице ну такие понты как говорится да но я еще понимаю когда так понтуется молодежь тем кому 18 лет 19 20 но она и понятно здесь все понятно да опять же не все конечно кто-то дружит с головой кто-то не дружит с головой но по крайней мере а вот когда еще такой молодой возраст тут простительно простительно дурковать да можно списать на молодо зелено но когда у тебя сидит мужик которому 36 лет исполнилось который говорю выглядит на все 60 вот это знаете представляете бог гремит все да бубу 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 открывается дверь вылезает этот с клювом друзья мои которые выглядят на 60 и баба ола которая выглядит на все 75 вот представляете себе глаза окружающих людей скажет фига себе они думали там какие-то ну малолетки сидят а там сидит пара гнедых друзья мои да уралочка это действительно нечто надо было ты знаешь на таких басах подъезжать прямо туда куда ты приезжала продлевать себе а как раз таки твою инвалидность а то там ты пришла на эту комиссию с палочкой в руках прикинулась бедный несчастный такой вот все из все вся из себя чуть живая чуть больная тут они ездят ребята у них все гремит звучит звенит но тупые какие-то понты понимаете какой как будто вот знаете вот ну просто вот вот совсем не даже даже говорить не о чем далее уралчика рассказывает о том что они вчера вечером готовили куратоп если вас съели мы просто ели готовили куратоп и ели да ребята диета еще так куратоп литр масла ребята все это в масле плавает огромное количество лепешек вот этих вот да то есть представляете какое-то все калорийное на ночь глядя вот это жрать это конечно очень сильно да да молодцы ничего не скажешь сидит в салоне автомобиля демонстрирует себя как всегда конечно же сзади вы знаете все худеет 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 уралочка ты нам все рассказываешь сказки про белого бычка о том как у тебя идет похудательный да похудательный вот хочется мне так сказать похудательный процесс но при всем при этом ты что-то никак не перемещаешься на переднее сиденье данное сиденье пассажира рядом с водителем рядом с водительским сиденьем я понимаю прекрасно по какой причине потому что не влезает и помещается она там друзья мои наш огромный дирижабль сидит сзади сзаду да там только пока туда и помещается скоро но если такими темпами будет жрать вот так вот все знаете да ну как кашу на молоке молоком запивать сверху вафлями полирнуть и так далее куротоп на ночь лепешки да с огромным количеством растительного масла то друзья мои вы знаете мне кажется что скоро сарафану точно придется уже придется хочешь не хочешь менять средства передвижения менять машину покупать какую-нибудь побольше либо с прицепом друзья мои где будет восседать наша малоеха эх прокатимся с ветерком представляете сарафан наверное специально будет ездить по кочкам уралка специально будет находить какие-то сельские дороги которые совсем ужасные да и ввести тебя по этим кочкам в надежде на то что ты все-таки туда оттуда свалишься из этого прицепа ребят честно но мне смешно рассказывает про то что она без конца худеет но вы знаете как то вот как сидела на заднем да на заднем сиденье автомобиля так и продолжает там сидеть и говорит ой что-то я шапку-то другую отдела ну да уралочка мы прекрасно понимаем да почему ты надела другую шапку понятное дело по той простой причине потому что тебе уже пятьсот пятьдесят пять тысяч раз написали о том что та шапка тебе абсолютно не идет и ты в ней выглядишь ну ужасно ужасно да я шапку другую отдела и какая-то шапка-то стала маленькая то ли шапка маленькая то ли голова подросла уралочка ты всегда говорила о том что ты сама вся такая маленькая 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 туловище у тебя большое и голова у тебя тоже маленькая то значит вот даже если просто представить что голова бы у тебя подросла как ты говоришь то к сожалению ты знаешь содержимое твоей черепной коробки не как бы мозгов бы у тебя бы точно не прибавилось это сто процентов поэтому тебе хоть большая голова хоть маленькая голова. Ну, выхлоп, как говорится, один и тот же. Надо ее растянуть, сяпку, да, говорит Сарафан на коленке. Ну да, Сарафан, давай грязными пятками, грязнопяточник, давай тяни уралке шапку. Сделайте из нее какой-нибудь балахон и, собственно, шапка вот так вот на всю голову, на все лицо, дырки ей там прорежете, да, чтобы уралочку никто не видел, чтобы она могла видеть только глазами. Далее, друзья мои, приехали, приехали и, говорит, зашли в магазин. У вас тут вся продукция халяль? Ну да, решила нам продемонстрировать, что вы, что вы, исключительно только халяль. Да, уралочка, мы слышали прекрасно, несколько месяцев тому назад, как в халяльной колбасе, как раз таки именно в Екатеринбурге, да, ну куда они постоянно ездят, а нашли, нашли свинину, да, вот бывает, оказывается, и такое, бывает, друзья мои, вот. Ну и, собственно, пришли они в магазин, уралочка приобрела там колбаски, далее уже, друзья мои, следующий магазин, и там уралочка стоит, берет то, что ей надо взять. Ну, а дальше распаковка чек. Уралочка начинает доставать из пакетов то, что они, собственно, приобрели. Вытаскивает, друзья мои, ножки, и, а, нет, вытаскивает наггетсы, говорит, не знаю, какие-то наггетсы, ну, обдугани, вот я ему и говорю, грудку-то не ешь дома, а вот в бургеркинге или там и сам, и везде, и в KFC, а там все ест, а там как раз-таки грудка. Уралочка, ну, мы-то давным-давно уже заметили, что они у тебя в общепите едят абсолютно все, только дома у тебя они перебирают харчами. Видимо, очень вкусно ты готовишь, что они дома жрать не хотят, ну, хотя, я думаю, больше всего, конечно же, выделываются, да, но все-таки. В общем, друзья мои, трясет, трясет она, значит, колбасой, трясет наггетсами, да, опять, как всегда, очень полезная еда. Набрали лавашей, он говорит, а ты слышала, как они, ты чувствовала запах, как они прямо пахнут, лаваши. Ну, да. И опять, друзья мои, вранье про пост сарафана. Слушайте, уже слушать даже не могу это вранье, уже настолько это все, вот просто надоело это вранье, вранье на вранье. Да-да. Сафарчику сложно. Он, конечно, держится. Да-да, Уралочка. Верим, конечно же, тот самый, который каждые полчаса, каждый час жрет и орет без конца, я голодный, я жрать хочу. Тут что-то затыкается моментом, и мы, конечно же, верим, что он жрет только по ночам, с вечера, да, а так ничего не ест в течение дня и ничего не пьет. Да кто в это поверит, скажите, пожалуйста. Ну, никто. Но только либо наивные, которые не знают, да, и толком не смотрят этот канал, либо хомяки-уралки, которые верят любой лапше, которую она вешает им на уши. Мне понравилось, как она сказала, «Я тёси, тёси хотела поддержать Сафартика, посидеть на посту». Друзья мои, поддержать этот пост. Ребят, я в шоке, но не могу, говорит, у меня, говорит, сахар повышен. О, как, ребят. Слушайте, кто рассказывает сказке, что у неё сахар нормальный, все результаты идеальные, да-да, инвалидность просто так ей дали, друзья мои. Ну, конечно, кто-то, может быть, поверит в то, что она весит 200 кг, пьёт огромное количество таблеток, и у неё нормальные показатели. Холестерин и сахар, ребят, да, они у неё там зашкаливают, это 100%. Она жрёт на свой страх и риск, потому что для неё жрачка – это весь мир, это всё, это смысл жизни, этот человек слаб, настолько слаб, что даже ради себя, ради собственной жизни, собственного здоровья, она не готова отказаться от этой жрачки, от вредной еды. Да, я уверена, на все не то, что 100, на 200, на 300 процентов, прекрасно понимаю, глядя на таких, как Уралка, что там не может быть нормального сахара, там не может быть нормального холестерина, особенно учитывая тот самый момент, что она ест то, что есть категорически нельзя. Если бы она ещё ела более-менее что-то такое нормальное, а тут даже близко этого нет. Ну, либо она там употребляет какие-то там таблетки, да, которые понижают холестерин, там всякие, розовостатина и так далее, но не суть важна. В любом случае. Друзья мои, представляете, да, то есть она, ну, нет бы сказать, да я, да я жру постоянно, какой мне пост, я ничего не выдержу, да, я без жрачки не могу, ой, мне надо таблетки запивать, ой, мне надо, у меня сахар повышен, ой, туда-сюда, да-да, друзья мои, когда торты жрёт, всякие вафли жрёт, да, со всякими там этими, с всякими джемами, с вареньем, да, и совсем на свете, там, со сгущёнкой и так далее, когда торты без конца жрёт, то покупает, то готовит, да, всякие там трубочки с кремом и так далее, когда мучное жрёт, это же сахар, сахар это не только сладости, это и мучное, вот это пожалуйста, да, углеводы и так далее, то есть она, она жрёт без конца углеводы, макароны, картошку, хлеб, да, это же всё углеводы, это всё сахар, про булки я вообще молчу, которые у них дома никогда не заканчиваются, плюс даже где-то, где они появляются, они тоже без конца заказывают какие-то там булки, там ещё что-то, ещё что-то, весь этот фастфуд и так далее, да, нет, конечно хочется, но опять же, одно дело это где-то раз в неделю, раз в две недели, другое дело, каждый божий день огромным количеством, да, да, когда она всё это жрёт, она счёт про сахар не вспоминает, а тут сразу начала, ну я бы и могла, да вот мне надо таблетки принимать, я просто в шоке, опять враньё на вранье, Уралка, да никто из нас нормальных зрителей никогда в жизни не поверит, что и твой одноклеточный держит какой-то пост, никто в это не поверит, который каждый раз орёт каждый час, я жрать хочу, я жрать хочу, я жрать хочу, у которого кишка вечно голодная, в общем, ладно, далее, далее достаёт качан капусты, говорит, ой, я так же хотела капустки, ну так, похрумкать, да, друзья мои, похрумкает сначала капустки, потом полирнёт всё это дело какими-нибудь булками, да, потом навалит сверху целую какую-нибудь гору, горищу какой-нибудь картошки или макарон, ну и потом полирнёт всё это дело ещё чем-нибудь, запьёт газировкой, собственно, покушали капустки, да, достаёт ножки, упаковку, значит, из магазина и говорит, ой, купила, у нас, конечно, есть свои, ну, не наши, ну, куриные, ну, там, ну да, там действительно, там действительно сам чёрт ногу сломит, у этой горе хозяйки, даже никто не может открыть эти морозилки, да, там сразу всё начинает падать, как Сарафан говорит, я боюсь вообще туда попадать, потому что там вообще ничего не понятно, найти там ничего невозможно, правильно, Уралка, пусть лежит всё это мяско, ваше, как ты говоришь, домашнее, лет по пять потом выбросите это говно, в общем, ребята, всё как всегда, да, всё как обычно, ничего нового, но продолжение следует, всех целую, обнимаю, продолжение следует. Субтитры сделал DimaTorzok